Пленарное заседание городской думы прошло под председательством временно исполняющей обязанности главы города Ольги Белолаповой. Это первое заседание, в котором Белолапова выступила уже в новой должности. Парламентарии обсудили ряд вопросов, основными из которых оказались поправки в бюджете и приватизация муниципального имущества. По словам председателя заседания в отношении бюджета, основные поправки пройдут только в апреле. На нынешнем заседании были решены чисто технические вопросы об увеличении городской казны на 100 тысяч рублей. Мы выделили деньги для доработки проектно-сметной документации, для того, чтобы привлечь федеральные деньги на строительство западного обхода дороги. Деньги будут направлены на доработку проекта по переустройству транспортной развязки на улице Революционной в направлении дороги Авдотина-Беленицы-Курьянова. Также депутатам было предложено рассмотрение проект по увеличению городского бюджета. Сделать это планируется путем приватизации муниципального имущества. Это 12 зданий, где нет арендаторов, которые свободны от договорных обязательств перед арендаторами, которые подготовлены на сегодняшний день уже к приватизации, то бишь к продаже. И бюджет города Иваново планирует от этого решения о приватизации 12 объектов получить более 120 миллионов в бюджет города. Изначально в результате данного проекта планировалась приватизация 11 помещений. Однако в ходе заседания было предложено добавить в перечень объектов еще одно здание по улице Суворова, 5, дробь 42. Данное здание было 15 марта освобождено отделением пенсионного фонда по Ивановской области. И затраты по сдержанию здания Редвина-Городской бюджет, цель выполнения городского бюджета, просто включить в перечень объектов приватизации. В результате пленарного заседания все поправки и решения были одобрены парламентариями. В скором времени все принятые изменения вступят в законную силу.